Добрый день всем присутствующим, всем, кто еще к нам присоединится. Я надеюсь, люди еще дойдут. Обед только начался. На часах полдвенадцатого, как символично, и не надо сейчас уточнять, что дня. Будем считать, что это полчаса до Нового года. И мы начинаем наш новогодний концерт под названием «Встречаем 20-й год, провожаем 20-й век». Давайте пару слов объясню, почему именно такое название. «Встречаем 20-й год» вполне логично. Он у нас скоро наступит, в короче, несколько дней. А по поводу 20-го века, я думаю, не ошибусь, если скажу, что все, кто присутствуют в этом зале, родились именно в 20-м веке. Поэтому с нашим сегодняшним концертом мы вспомним все лучшее, что было в нашем детстве, в нашей молодости, все эпохи, моменты, какие-то вехи. И начинает наш концерт. Я могу сказать, что одним из ярких событий ушедшего столетия – это было покорение космоса. И такой вот негласный гимн космонавтов и сейчас не прозвучит в исполнении Александра Колесниченко. Так что встречаем Александра и его гитару. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле и она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы замкненья, и как часы замкненья, ждем света и земли, и не видем сны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И снится нам миро, как космотопа, И эта ледяная синева. А снится нам трава, трава плова, Зеленая, зеленая трава. Субтитры создавал DimaTorzok А снится нам трава, трава плова, Зеленая, зеленая трава. Зеленая, зеленая трава. И садятся за руль автомобиля. И поэтому роль мам приходится брать на себя мужчинам. Итак, обычный двор. Парни, вот это с неба навалило, сплошные сумровые. Да, с коляской не выйдешь, но ничего, папа сильный. Папа справится. Да, это нам не просто так, это сила, это ответственность. Кстати, футбол вчера видели? Мы футбол. Динамо что творит? 3-0. Мы с сыном смотрели. Селен, а ты турнику? 3-0. 3-0. Торожкой снег мешая, не приготовишь чая. Папа юморист, да? И папа услышал, и папа пришел, и папа тебя покорил. И так не бывает на свете, коньяк и ребенок на стенде. Ой, мужики, у меня когда ребенок вырастет, футболистом будет. Футболистом? Так у тебя же девочки. А что, девочки не растут? Да, растут, растут. Мы вот своего пацана хотим бальные танцы. Какие танцы? Бальные. Либо футбол, либо бокс. Тебе же на сына подарили, на сына, извини. Да он завидует. Да мы вообще девчонку хотели. Да вы что, с ума сошли? Мужчина. Мужики, здорово. Я просто с ума схожу, жена в роддоме. Да по тебе, Евгений. Слушайте, а что первым делом надо делать, когда жена в роддоме? Ну, апельсины, давай, апельсины. Апельсины уже отнес. Ну, тогда все. Ладно, пойду, спрошу, может, помощь нужна? А-а-а! Эх, вот какую музыку слушает нынешняя молодежь? Вот наши отцы совсем другую музыку слушали. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына. И заточь. Спасибо за то, что средьботы и славы нашли сын и рот. Ой, за что? Женька, да успокойся, девочки тоже люди, нормально все будет. Да я понимаю. Вот раньше время было, я футболом занимался. Серега, а ты чем занимался, кто думает, кривотом появился? Как чем? Сей Оксавр? Логично. Саня, я просто вырубаю. Ой, да я не высыпаюсь ни черта, сын по ночам варек и спать не дает. Я на работу прихожу и со всеми шопотом разовариваю. У меня та же ситуация. Я говорю, у меня та же ситуация. А то недель коммунировочный приезжал, что-то начал буровозить, я вот это приобнял, говорю, ну-ну-ну. Ой, это у меня вы тоже. Саня, ну это не дело, выспись. А что, так можно было, да? Сыночка, давай с папой. Да ты что творишь, простынет ребенок. Я жена убью. Садись. Айо, приезжай. Кто пьяный? Я с ребенком гуляю. Саллика не знаю, я конфетку еху, с ребенком гуляю, свежий воздух. Ну, все же встумно. Паника, паника, сейчас как понарожает. Мужики, я что подумал, может страну покинуть? Да какой покинуть? Ты первый и ты последний, все будет нормально. Устанойся. Ну ладно. Ой. А можно потренировать? А как уставки, игрушки, книжки спят. А не скат? Твою методика такая. Парни, а у меня сын ползать начал. Мужики, а у меня сын, что я первое слово сказал, папа. А у меня сын, дочь. Мужики, он что, поставил на рушниках? Ой, говорит, у него уже и дни на территории. Да и как походило, нет? Мужики, я вот что решил. Вот я без отца, если ничего, нормальным человеком стал. Пусть мой сын тоже без отца растет. Глядишь, люди выберутся. Серега, держись, женя. Серега, держись. Стой, давай, нормально, смотрите. Мужчина, приходит? Да, я подожди. Прогреть ангелницы зла Союз науки труда Мужики, смотрите, весь как и мальчик, сын. На Сашку так похож, как на Сашку? Погоди, да к тому, у тебя же девочка, китай. Девочка. Хотя она присмотрела. Да нет. Пока так. Ну чего ты не спишь? Давай насуждать логически. Хочешь спать? Спи. Не понимаю. А потом мы-то-то напоним. Мужики, я что решил? Если моя пацана родит, буду пить коньяк. А если девочку, то шампанское. У вас мальчик. Мальчик. И девочка. И девочка. Я быстро зай. Да, в бойне это сильно, это ответственно. Это твоих родить, это ж... Ну ты капец, ну разговорчивый. Мужики, я вот что подумал. А получится у нас воспитать так же хорошо наших детей, как нас воспитали наши родители. Ой, нахер, нахер. Ой, нахер, нахер, нахер. Давайте, мужики, подавай, чтобы только что не раздолдался. Спустя 20 лет. Ого, здорово. Здорово, здорово. Здрасте. Слушай, ну как, как сын? Нормально. Поступил, скоро диплом. И куда работать пойдем? Так как куда? На Запорожском. Машиностроительное конструкторское бюро. Прогресс имени академика Александра Ильченко. Серьезно. Слушай, Сереж, ты все так же рекламой занимаешься, как в акции? Как видишь, ничего не меняется. Здорово, мужики. О, здорово. Здорово. Как? Как видите? Я, в общем, так решил. Если моя перестанет рожать, то хорошо. А если нет, то так и буду работать заведующим роддома. Все дома. Да. Как две полоски? Одно остановочек. Пересмотри еще раз. О, Женька. А ты что, оскоряешься? Ой, мужики, здорово. Здорово. Слушайте, я такой был глупый 20 лет назад. Все думал, мальчик, девочка. А сейчас, сейчас я счастливый человек. Мне моя дочка, внука родила. О, какой слава. Родителям своим относитесь так, как вы желали бы, чтобы ваши собственные дети относились к вам. Сахар. Спасибо большое. Мы продолжаем. И наш концерт – это своеобразный мост между будущим и прошлым, между веком 20 и 21. И как символично, что сейчас на нашей сцене выступит Марина Слюселева с песней «Мостики». Встречаем. Боже мой праздник. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Звучит музыка. 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 Единственное, что я вас попрошу дополнить это письмо, чтобы оно было более ярким, эмоциональным, и добавить в него прилагатель. Я понимаю, мы все технарии, поэтому русский язык учили, предлагать отвечать на вопрос какой? Светлый, яркий, добрый и так далее. Звучит музыка. Бодрый? Мокрый, мокрый и квадратный. Снежный, небогатый, небогатый. Я надеюсь, да? Я надеюсь, да? Я надеюсь. Хорошо, обоюдоострый. Давайте, поинтереснее, но в рамках цензуры. Неожиданный. Неожиданный. Наглый, 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 вы еще узнаете, куда это слово будет? Наглый, наглый, хорошо. Письменный дедушка Мороз. Письменный дедушка Мороз. Письменный дедушка Мороз. Все работники нашего в жизни радостного завода с нетерпением ожидают твоего мокрого прихода. Здесь собрались наши денежные женщины. Ну, это, конечно, в хорошем плане, конечно же, это у нас. И не менее квадратные мужчины. Интересно. Проводить старый год, который придет всем много богатых событий. Новый год – это самый снежный праздник в году. Ну, получилось. Хотелось бы. Мы с ответственным настроением будем загадывать рыжие желания и слушать этот активный концерт накануне любимого праздника. Каждый из нас ждет от тебя, дедушка, под елочку обоюдоострый подарок. А за это мы обещаем, что в следующем году будем создавать неожиданные чертежи. Собирать червоные двигатели. А почему бы и нет? И получать за это сонную зарплату. Неожиданная такая просьбочка. Так. Очень надеемся, что 2020 год принесет всем, собравшимся, много бессовестных приключений, непредсказуемых успехов в работе и креативного везения в любви. С уважением к тебе, уж извините, наглой, тетеньке, и благодарные дяденьке твоего сиреневенького прогресса. Все, спасибо. Обещаю запечатать и отправить в пуперпочечник. А на этой сцене встречаем песню из репертуара Примадонны 20 века Аллы Борисовны Пугачевой. И исполнит эту песню Зинаида Мороз. Вашего сиренева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Без тебя в этой жизни уже не найти мне дороги. И неярко я снова мерцаю над ухом звезда, где делили мы радости наши с тобой и тревоги. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Позишин номер 1 Отдыхаю сам Позишин номер 2 Тебя хочу Я знаю точно, знаю наверняка Ему на вторник или два окна И я тебе звоню Позишин номер 2 Ты подойди поближе Присеть со мной рядом Я не могу тебя так долго ждать Как быстро ночь промчалась Текут слияния нежных ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И спасибо большое, конечно же, ребятам. Это были мелодии, ритмы прошлого века. И теперь еще одна эпоха, еще один такой немаловажный класс прошедшего времени – это кинематограф. И сейчас перед вами выступит Анатолий Клюйко и споет песни известного кинофильма. Я думаю, вы по первым же аккордам знаете, что именно это за песни, что это за песни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо большое Анатолию за жизненную песню, вечную, можно сказать, песню. Я, к сожалению, должен прерывать концерт. Дело в том, что я вам открою большой секрет. Мы с вами, может быть, уже погрузились в 20-й век, но на самом деле мы живем в 21-м. Поэтому я, на самом деле, отправил не по Укрпочте, а на электронку Деду Морозу. Вот уже пришел от него ответ в вайпер. Поэтому я сейчас его зачитаю, я уже так предвидительно посмотрел, поэтому попрошу девочек мне помочь в следующем задании вот дедушки. Он уже сказал, я предвидительно вам подарочки под елочкой оставлю. Вот видите, как такой продуманный дедушка. Итак, сообщение от Деда Мороза. Дорогие мои благодарные дяденьки и совсем не наглые тетеньки. Моего любимого прогресса. Есть такое выражение. Ты что, самый умный? И почему-то оно у вас фигурирует в каком-то негативном свете. Так вот, мне хочется одарить самых активных и самых умных своими подарками. Ну а все остальные по традиции ищите свои презенты под елочкой 1 января. Итак, вот мои загадки. Давайте так, чтобы было все максимально. По-честному поднимаем руку и тогда говорим ответ. То есть не выкрикиваем. Вы же у нас организованные товарищи. Итак, первый вопрос. Это вкусное блюдо по иронии судьбы неоднократно подвергалось принципиарной критике именно в то время, когда мы сидим за новогодним столом. Ну я услышал у девушки. Да, я понимаю, что вопрос у девочки шел. Легкий первый. Вот, прошу вам, Елена, вручить подарочек новогодний. Спасибо. Давайте, да, папа поаплодируем. Вот первый критический зал. Второй вопрос. Как называется двуличная вечеринка? Рука? Либо отнимайте руку. Как называется двуличная вечеринка? Карнавал. Карнавал? Маскарад. Да, вот не мне Катя машет, что... Маскарад. Маскарад. Правильный ответ. Ну, моя помощь, что вышла. Спасибо большое. Второй книж. Третий вопросик. Последствия великого замыкания. Января 1965 года, когда потух свет в четырех штатах. Сказали лишь в сентябре-октябре этого же года. Резко повлияв на этот процесс. Гемографический взрыв. Гемографический взрыв. Ну, рождаемость. Я думаю, стоит зачитать. Я увидел руку. Поднимаем руку, тогда я буду вас видеть. Спасибо, Ирина. Вручаю подарок. Так, Сенина. В январе потух света от сентября-октября появились новые отцы, как вы уже видели по нашей сцене. Итак, четвертый вопрос от Деда Мороза. Чем принято умываться на Новый Год в Венгрии, чтобы весь год быть обеспеченным? Руку поднимайте, и тогда я вас услышу и увижу и переспрошу. Версий и вариантов много. Мы же все были в Венгрии, мы все знаем эту традицию. Не стесняйтесь, давайте версии, а вдруг вы угадаете? Ну, если даже не знаете. Не надо уходить в нахер. Вино! Вино? Нет. Пиво? Нет. Деньгами. Чем-чем? Деньгами. Деньгами? Правильно! Правильно! Вот видите! Можно просто варианты уйти, уютвергнуть, так обручать, может быть активно именно эта половина. Давайте там подключимся. Вас вам больше? А по-моему, старка все уходит туда. Давайте так, маленький патлон из половины зала устроим. Всего три загадки осталось, поэтому давайте проявим активность. В какой стране в новогоднюю полночь принято обязательно поцеловаться? Поднимайте руку и ваш вариант. Дмитрий, еще раз. Франция? Нет. Страны так много, всего 200. Давайте перебирать, у нас времени еще в вагон. Америка? Правильно! Это Соединенные Штаты Америки. Капина Ивановна, вам подарки на девушке. Еще два вопроса. Какие животные помогают Санта Клаусу развозить подарки? Олени! Я видел много рук, но я не слышал пока правильного ответа. Олени! Животные! Мы точно услышим вопрос. Северные олени. Северные олени. Северные олени. Видим? Область на. Я вам расскажу. Область на. Собаки нет. Собаки нет. Собаки нет. Давайте в районе оленей пощупаем. Косули. Лоси нет. Нас в-ш-ш. Сосули. 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 Медведи нет. Сосули. Голубы. Хороший вариант. Много людей здесь голубей. Олени, но не олени, на самом деле. Девушки, давайте подумаем, кто на самом деле козы всегда все и носит. Оленихи. Правильно, правильно. Потому что олени бракуют рога еще в сентябре. А мы знаем, что те, кто возят, они с рогами. Так что это оленихи. Девушки, вас всем с Новым Годом. И последний у нас вопрос и последний подарок ждет своего обладателя. В Греции на Новый Год гости кладут на порог хозяина хами, желая ему, чтобы эта вещь весила не меньше. Вещь. Вещь. Это вещь. Руку и вариант. Здоровье. Нет, вещь. То есть предмет. Кошелек. Правильно. Михаил. Давайте передадим в эту часть. Спасибо. И я всем желаю, чтобы ваш кошелек был ну не легче камня. Это точно. Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, кто получил. Спасибо. Остальные все ожидания. 1 января по елочкой заглядывайте. Все вас ожидают и все там будет. Это были последние загадки. Чмоки и чмоки в обе счеты. Ваш Дедушка Мороз. И по скрипту поставьте мне какую-нибудь зимнюю песню. И я обещаю, что скоро-скоро я приеду к вам вместе с настоящей снежной зимой. Ну что ж, выполнить желание самого Деда Мороза это не новогоднее чудо. Поэтому давайте новогоднюю песню Анатолия Крюйко, Марина Клюзарева и Генаида Мороза. Ильиона нашей истории. Мы ждем и ждем наконец-то, когда наконец-то настанет настоящий зима. Ну я думаю, это песни мы вынесем за нами. Зима издалека, подарит нам снега, И он погода белая идет. Пускай бушует снег, и бесится бурган, И нависает хмурый небосход. В запасе у меня, лишь несколько часов, Листой осенний зон. Ты закрывает осень, а засой, И нам зима подарит первый снег. Привет, зима! Зумяюсь на щеках, Привет, зима! Привет, мои снега! Невеста в юго-город, Дружит веселый королок. Привет, привет, зима! Встречаем новый год. Проходят снег за зимой, Как нам она нужна, Кружится снег и гаснут фонари. Снежина хоровоет, Поднает новый год, И песни, что в поютах снили. В запасе у меня, лишь несколько часов, Листой осенний золота не грех. Ты закрывает осень на засой, Оставит за порогом первый снег. Привет, зима! Румяюсь на щеках, Привет, зима! Привет, мои снега! Невеста в юго-город, Дружит веселый королок. Привет, привет, зима! Встречаем новый год. Встречаем новый год! Встречаем новый год! Пусть и гаснут фонари. Встречаем новый год! Привет, зима! Румяюсь на щеках, Привет, зима! Привет, мои снега! Привет, привет, зима, встречаем Новый Год Привет, привет, зима, встречаем Новый Год Привет, привет, зима, встречаем Новый Год Па-па-па, встречает твой икон. Неизвестно, правда это или нет, но говорят, что однажды под Новый год в одной самой обычной квартире произошла эта совершенно необычная история. Киевский час, 23-я година, 30 минут. О, а у меня уже все готово, осталось только хлебушек нарезать. Здорово, хозяй! О, дружище Слава Влада! Привет! Проходите, проходите, курточка там, оставляйте. Все, сейчас отметим, проходим, встретим. Да, так, вот наш слад сам. О, а стаканы нет. А стаканы там? Ну все, отметили Новый год. А, по-фигу, магазин там? Где ж ты такое купишь? Да, такое купишь. Эх, что бы без меня делать, да? Ну, Бог, готов, Сэм, его! О, давайте почеток, пока жжем нету, проводим старый год. Давайте. Миша, скажи, кто слышал, у нас самый красноречивый. Да, да. В общем, друзья, желаю, чтобы в Новом году вот этот... Ой! Ой! Скол убрал, да. Всего, извини. Не пролил, главное, да? В общем-то, на удачу снимать. Снегурочка заказывает? О-о-о! Ну, и где тут наши малыши? Да, всем стоять, это окропление! Ну, купите деньги, документы, только не убивайте! А не нужно меня учить, я сама знаю, что мне надо. Я возьму только дубленки и кожаные вещи. Ну, стерма, мы все равно найдем. А, найти нас не сложно. Новость и конкретная, Иванова. Недорого, доступно, качество. Так, вы же ничего управляете? У меня бывашник отдал деньги и проездной ладикап. Ой, ладно, полчаса осталось, господи. А у тебя, Бог, чего? Премиум. Премиум фортальную собрала. Эх, это конечно жалко. А теперь послушайте новоречное звернение президента Украины до народу. Давайте послушаем, ребят, а? Да ну его. Пошли к Ольке. У него точно все есть. Вечно у тебя все на перекостях. Ладно, идите, идите к своему Кольке. Без вас нового встречи тоже мне друзья называют. Эх, ладно. Будешь сказать, что это дурацкой минуты не было. Киевский час. 23-я година. 30 минут. Мишенька, на стол накрывать? Накрываем моя рыбонька. Заливное готово? Готово. На стол. А жаркое готово? Готово. На стол. Туши, иди переоденься. А на стол. Потом, потом. Ваши, терять охоты на 30 хвылын, а у меня уже все-таки. Нифига себе, это чего получается, я? Время? Здоровка! Здоровка, да. Дружище с Новым Годом! Новый Годом! Привет, привет. Курки там, вы помните, да? Так. Вова, Вова, запомни, стаканы там. Это важно. Там. Хорошо? А вот и наш склад. Вова? Сам. Еще раз, сейчас. Да-да-да-да-да-да-да. Оп. Давай быстрее, у нас мало времени. Стаканы там, да. Да, давай. Стаканы эти. Да, что ж, так, все. Ну, вы отметили Новый Год. Спокойно, спокойно. Есть заначки. А у кого? У тебя. Давай. Хотел сюрприз сделать. Ну, Вовга, ну, волшебник! Давай, давай, я чуть-чуть покажу. Нету? Миша, скажи, кто? Ты же у нас самый красноречивый. Желаю, чтобы в Новом Году... О! Нормально, по плану, все хорошо. В общем, за удачу. Хигурочку заказывали? А где тут наши малыши? Ну, это что? Это Снегурочка. Снегурочка, ты посмотри, что у нее в мешке. Вот, Снегурочка. Разбойница эта. Вот. Ну, все. Ну, все, он его убил. А-а-а! Боже, что я так делал? Он ее убил. Шубу, шубу не расстегнили. Снегурочку заказывали? А где? А-а-а, коллеги! Работайте, работайте, я только вещи свои заберу. Так, ладно, я звоню в скорую. Алло, скорая? Да, здравствуйте, у нас у Снегурочки плохо. Что ж это рано? Что давали? Дали бутылкой по голове. Больше не будем, хорошо, все, больше не будем. Ладно, мы вас ждем. Все, до свидания. Ну что, вызвал? Да вызвал, но мне кажется, я быстрее. Президент придет в эту новогоднюю ночь, чем эта скорая приедет. АПЛОДИСМЕНТЫ Становные украинцы, добрый вечер. Дозвольте привітати вас с новым двадцать двадцатым раком. А я иду, смотрю, у вас баня свет горит. Дай, думаю, зайду на огоньок. Как на нашего президента похоже. Ну, как вы тут живете? Вижу неплохо. На прошлой неделе была окулиста и знаю, что вижу неплохо. Вибачте, бакдонный юмор квартал. Дорогие украинцы, на честь нового. Может, сделаем это разом? Вот это да, это парадист какой-то. А теперь послушайте новоречное звернение президента до украинского народа. Да не боись, без меня не начну. Вибачте, новоречное звернение откладывается в связи с отсущностью самого Володимира Олександровича. Так, и кто тут у нас больной? Так, в чему справа? Особисто я президент. Да, да, понятно, понятно. Нет, вы не понимаете, это действительно президент. Выбирали? Да, да, я верю, верю, милок. Пойдемте, проедем в машине, попытаемся. Только мне смекало. Пойдемте, дай мне автобуси. Пойдемте, еще раз. Слушайте, не в Верховне же ради. Туди стрелки, всюди. Вот. Киевский час, 23-я година, 30 минут. Мишенька, Нат. Ну иди сберейся. Мишань, я тут шапочку забуду свою. Здорово, газет. О, а ты уже здесь. Ну, вместе же говорили прийти. Так, ладно, давай, не вверху соль, давай. Вклад, заначку, все, давай, у нас мало времени. Наливай. Ну, раз уж так, давайте почутокнем. Мишань, скажи, толстыш у нас... Кравно-речивый, да, да. В общем, желаю, чтобы в Новом Году... Что? Нет? А желаю, чтобы в Новом Году... О, нормально, вот это другое дело. А почему это плохо? А вы хочешь мне число? 31-е. А почему мне так плохо? Что, красавица, голова болит? Нет, коры. Прошу, столик. Так, вы, ладно, вы тут располагайтесь, я в спальне свет выключу. Зачем? А вдруг президент зайдет на огонек? Вызывай. Вызывай. Алло, вторая? У нас тут другом плохо. Сверхнулся она в этой почве под... Триотизма. Быстрее. Ой, все, выключил свет. Давай, наливай. Налита. Ну? Наступающий? Давайте. Кстати, как тебя там? Яна. Яночка, что-то лицо мне твое больно знакомое. Мы тебя случайно бутылкой по голове не били. Случайно? Случайно, случайно. Яна, секунды. А ты куда? Мамочке позвонила. Алло, полиция, полиция! Убийство страшное, пожалуйста. Полиция? Какая полиция вызвала? Ничего. А зачем? А вот они. Добрый врач. А я начну, смотрю, у вас в спальне свет не горит. Ладно, у всех горит, а у вас не горит. Ну, дай-то вновь, зайду, спрошу. Уже чего случилось? Все, прошу, господи. Прошу, присаживай. Спасибо. Вы на новогоднем учреждении не опоздаете? Без меня не начну. Прекрасно. Так, и кто тут у нас больной? Ням-ням. Вы мне вот подскажите, это президент? Вот. Это? Да. Тогда больная я. Снегурочку заказывает. Ох ты что, нахуй! Какой? Да. Да, всем стоять. Да, да, блядь. По-моему, я сегодня здесь уже была. Слушайте, проездной случай, это не ваш? На велосипед, что ли? Так, остановитесь! Это вы меня чихнули? Так, ну живо, все отсюда, живо. Парш. Там, да. Еще раз попробую. Та вы уже задовпали. В последний раз, ну ради меня. Добре. Киевский час. 23-я година. 30 минут. Ух, так, ладно. Мишенька. Иди переодеться. Так, стакан, бутылки. Потом шафка, белка. Так, вот и все готово. Игорячка заказывает. Рано ядно. Так, и кто тут у нас больной? Дружищество фёдора. Привет, хозяев. Так, всем стоять! Так, рано ядно. Решил зайти, а то у вас свет в спальне. То горит, то не горит. АПЛОДИСМЕНТЫ Все вы забудете? Нет. Пожалуйста. Пусть будет. Тут,Pro режим буду говорить я, потому что я у вас самый.. Кто? Красно-лящевый. Вот именно. В общем, желаю... А ладно. Ничего менять не будем. Всё у нас будет хорошо. С Новым Годом! Спасибо большое! Это был завершающий номер нашего сегодняшнего новогоднего концерта. Я попрошу на сцену всех участников, кто сегодня пел, танцевал и радовал вас своим выступлениями. Александр, Валентина Мороз, Марина Смитриева, Развукорепрессор и Показитель Анатолий Кирилл. Спасибо большое, что сегодня вы были с нами. Спасибо всем участникам за выступление. Всех выступающим, вашим зрителям, вашим родным лицам, любви, здоровья, мирного неба над головой. Всего самого лучшего! С Новым Годом и до встречи! С Новым Годом!